Уже становится настолько скучно, что человек, а ну опять красивая цветокоррекция. И начинает дальше делать уже что-то другое, делать что-то, чем вы можете удивлять ваших клиентов. Растягивать ваши публикации и чаще мелькать в ленте. Зачастую, знаете, происходит такая штука, захотелось нам что-то снять, мы сняли что-то, и мы пришли и сразу все запостили. Вот нам так быстро хочется поделиться, потому что для нас это самое важное событие в жизни. Но не надо так делать, растягивайте контент, чаще высвечивайтесь в вашей целевой аудитории. Экспертность в лайвах, проявляйте свою экспертность, когда вы уступаете на аудиторию. Съемка лидеров мнений, супер работающая схема, берете кого-то, у кого много подписчиков, предлагаете съемку и снимаете. Не обязательно сразу писать тем, у кого 250 тысяч. Но напишите тем сначала, у кого 10 тысяч в вашем городе, кто в вашем городе популярен, кто с вами взаимодействует, у него много подписчиков, снимите портреты, вас отметят в сториз, в паблике, в итоге произойдет коллаборация аудиторий. Розыгрыши. На мой взгляд, очень хорошая тема, которая должна работать, потому что если вы мотивируете людей участвовать в конкурсах, как минимум они прокомментировали, как минимум они лайкнули, как минимум они подписались, а если кто-то на ваш профиль подписался, либо лайкнул, либо прокомментировал, то вероятность 90%, что в ближайшие два месяца ваши публикации будут ему выводиться при условии частного постинга, если он сознательно не откажется от них. То есть, если человек в лайве написал вам плюс, или сказал интересно, или что-то прокомментировал, сердечко какое-то сделал, инстаграм или фейсбук понимают, что вы ему интересны и будет выводить вас два месяца.